МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 21-я година в Беларуси. 13-го липеня, суббота. Запрашаем наголовные подеи сегодняшнего дня у объективе. Нафтовые перамовы. Пытание про кошт транзиту на фоне беларусской незалежности. Стоит нам слишком высоко задрать цены, как мы получим уже чисто русский транзит через собственные терминалы. Паузучая подороженье. Квитки на техники каштуют более, але каб не отшуваласе. Беларусская чергунка – это монополия. Она корыстаецца не законами рынку, не некими экономичными вымогами. Просто корыстаецца тем, что она сама о себе думает. Идти знойдзим грыбы, каленотворье – засушливое. Грыбам потребна поступовая влага и добрая температура. Тарыфы на транзит российской нафты праз Беларусь не повинны. С першага жнивня повеличатся на неполные 22%. У Крамли поличили, что Гомель Транснафта Дружба выставила за высокие потребования. Гэтак Москва анонсовала сёняшние перамовы об транзите нафты с вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенком. Потрабования на конт-повышение тарыфу на транзит нафты праз Беларусь справедливые. Але не до такой ступени, якая была заявленная беларуским боком. Не до такой ступени. Справедливым же тарыфом российский чиновник личность минимальны. Такие самые, как на территории России. Устами Козака Россия наконец признала, что Беларусь, будучи ключевым транзитером нефти для России, продает свои транзитные услуги дешевле, чем сама Россия себе. То есть, чем транснефть нефтяным компаниям. Российский вице-премьер так само додал, что тарыфы транзиту индексуются раз на год. Перша гостузеня, ты мне менш, Дмитрий Козак сверзил, что Россия мая компромиссное решение. Але не огучил его. Любые переговоры – это цена предложения и цена спроса. Цена российского спроса определяется возможностью экспорта через российские порты. Стоит нам слишком высоко задрать цены, как мы получим уже чисто русский транзит через собственные терминалы. А тому, поводля Леонида Заики, беларускому боку варты поводятся дипломатично при перамовах с Россией. Однако политолог Валерия Костюгова подкресливая, что транзит российских энергоресурсов – это козыр Беларуси. И чырычах уплыва окажется мацнейши говорить рано. А пытаная нами же хары столицы схильная бачить у заблытанных перамовах на контнафты больше политики, чем экономики. Ну, думаю, политики, скорее всего. Тут, наверное, про экономику думают в последнюю очередь. Жизнь такая. Для России важна политика, ибо их влияние они расширяют и свое вот эти устанавливают. Им политически важнее. Я думаю, что эти два понятия неразрывно связаны – и политика, и экономика. Я думаю, что все-таки и то, и другое. Да, и политика, потому что идет все-таки какая-то тенденция к сближению, к интеграции. Аккуратно перед дни Министерство финансов нашей краины разместило проспект каштунных паперов у Банку России, да и официйно признала, что вызначальная рызыка для Беларуси относится с Россией. За опошние 10 годов Беларусь отрымала от Москвы кредитов на 9 миллиардов долларов. Але... Нема никаких гарантов, что Беларусь протягнет отрымливать аналогичное финансовое подтримание от России у будущей. Павод лишь Валерии Костюговой, Беларусика, пазбегши экономичного кризису, треба не столько шукать адмысловых пропановов сбоку России, кольки просто почать реформовать свою экономику. Нужно поменять систему стимулов, и предприятиям должно быть выгодно зарабатывать, а не тратить. И если ее поменять, не нужна будет эта дешевая нефть, которая каждый год закрывает вот эту разницу между тем, сколько мы тратим и сколько зарабатываем. Однако, таких размова на высоком узровне не назирается. Витал Цилчик, Бесат. И на ухау администра адукации Егора Карпенки. Служба у войску для навучания оказывается не перешкода. А у додаток министр лечит, что вычиться у магистратуры совсем не обовязково. Мол, а у выпускников университета все лет 56 тысяч, а мест у магистратуры только 3 тысячи. Это выказывание для выдания «Звязда» про вольный выбор выпускников у министра не скажет. В той час, как повод для новых изменений в законодательстве, от терминования. Двойска для навучания у магистратуры теперь нема. С сегодняшнего дня подорожали некоторые послуги белорусской чигунки. На кольких это ударить по кишенях белорусов? Да, Саня, скажите, кольких каштая? 52 каштая. А он больше зараз каштая, чем вчера поднялись кашты? Сегодня тарифы поднялись на 20-36%. У вынику амальния чувальна. Квиток, например, до Гомлю подорожал на 4 копейки. А кошты на проезд у региональных электротехниках засталися практически без изменов. Квитки на техники у Беларуси лечатся традицией на одними самых танных у Европе. А что думают люди про белорусскую чигунку и титана им ездить в электричках, давайте запытаем. Цены за человека и за велосипед 70 копеек. Я ему таких цен нема уже. Цена качества, я думаю, что за такую цену оно нормально. Как на пенсии, так получается дешевле ехать по железной дороге, чем по городу. Мне доступно нормально. Устраивает и обслуживание тоже на уровне в кассах нормально. Доходчиво и быстро. По воде министерства Гандлю и антимонопольного регулирования тарифы повеличили, как сменшить стратность послух. Алина Кольгияны на сам речь стратные и учим соправдная причина подорожения проезду, невядома, каже экономист Ярослав Романчук. Покольки белорусские монополисты никогда не дают вельми прозристо и зрумелый аудит, баланс своих доходов и выдатков, то мы можем сказать, что просто неким чагуночным начальникам не хапая грош на некие свои проекты. Три годы тому белорусская чагунка увоходила у спис самых стратных компаний у Беларуси. Летось, однак, по водле справоздача гэтага предприемства, чистый прибыток склау 28 млн рублев. Для паравнанья два годы тому чистый прибыток был у 4,5 разы выше. Настака Ханович, Белсад. Акции соедарности с украинским режиссером Олегом Сянцовым прайшли у шерогу столицей. У Менску, Рызе, Люксембургу, Лондоне, Нью-Йорку и, несумненно, на Радзиме режиссера в Украине. У России Сянцова обвинуватели у терроризме и посадили у турму на 20 годов. Сегодня ему исполнилось 43 годы. И это ягоны шостый день на родина за кратами. Народзинца Крыму, який выступал супраць аннексии пау острова Крамлем и выбитного творцу, подтрымала и команда Белсаду. У вадмысловом ролику наши супрацовники читают перакладзиная на белорусскую мову творы политвязня. Я она была не вельми кемлевой, крыху неприемной, довольно старой да и толстой. Грузия брала курс на перегляд туристичного рынка в связи с пропинением авиазлучения с Россией. Основные развицы теперь на европейцев и гостей из Азии и Африки. Допомогают развязать ситуацию и местовые активисты. Они створили платформу у социальных сетках под гэштегом «Spend your time in Georgia», раз якую грузины рекламуют свои послуги у якости гидов, ды нават пропановываць бесплатное жутло. Турысты ж делятся фотосдымками с подорожа у па Грузии. Мы, краина, повинны приклачці намаганні, каб пазбягчы залежності нашей индустрии туризму ад Расеи. Няхай паступова, не у великой ступені на пачатку, але гэта дозволіць туристычной индустрии падлучыцца до стабільных рынков Европы, Азії, ці нават Афрыки. Што год Грузію наведуюць больш за мільйон росейців. Гэта каля 20% дагульная кулькості туристов. Аднак пасля конфликту росейцы адмянили каля 30% зарезервованных у готелях месццаў. Нікаторые добираюцца наземным транспортом, ті прасусіднія Армінію ды Азербайджан. Указ Владимира Пуціна при пынені пасажирскага авіазлучэні з Тбілісіна был мот з 8 липеня. Подставуюць сталіся антыкрамлівскія акція протэсту ў Грузі. Першы ключ крыніцы ўвёзцы наркі ў Чарыковскім районі на Магілівщыні БІ 13 липеня. У ваколіца адзначая месцовая свята Бразгун. У меня, може, гадов п'ять було. Люді забіраліся і говоріли, що ай дзе-то зажвінеў звон. Аказаецца, тута на Бризкуне прабіў ключ і званіла. Паводлі лігенды, крыніца прабіла ў нарках нідзі каля сярыдіны 20-го стагодзе. Пасля доўгай засухі ёк водгу к намалітву святым апостолам Петра і Паула. Месцовая выкупілі гэты абраз і зрабілі абрадным. Не було ж батюшек. Там хто-то помолілися і назад забираюць ікону і вязуть. Ща не у мене, а завтра дзе к сащеду і пішла і пішла дальше. І так ўся бішла дзеревню і назад кіта і кжанчыніці. Любов Чепеліна была адною з хранительниц іконы, якую передавали пакуль було кому. Візка опустела таму летось, абраз аддали Чыріковській царкві. Помню, 25 років таких гуляний не було. Были так, тільки отдельні групи верувших людей, які дзе тісті тіно собирались і молілись. А потім постепенно, коли послабління в вері пошло, то начали всенародно празднувати царкві. Ці літо абрад виконали на упрост на Крыніці. Після її освячення верники тройчі пройшли под іконою. Більше 20 років я приїжджаю сюди. А зачем приїжджаю поболіць святому Пятру і Павлу? Сьогодні я прийшов сюди набрати води. На три сім'ї набрал. 30 літру. Пад обороною державы краніцца з 2011 года. Бразгун унеслі у спіс гісторико-культурных каштоўнастів і адкрыли ритуально-абрадовы комплекс. У національнім інвентары нематеріальній культурной спадшіна Біларусі абрад выглядає троху інакш. І свята узбагачаная забауляльным фальклёрам пасля релігійной часткі. Юлія Цяльпук-Белсат. Пасовіщу сёння 30. Міновіта 13 ліпіння 1990-га ў паселіщі Гарадок на Білосточчыні стартаваў першы фістываль беларускай альтернатывны і рок-музыкі, заснаваны беларускім аб'яданнім студенту ў Польща. Што год для ўделу імпрэзі адбіралі наўлепшых маладых выканаўців з Біларусі, а часам з Польща літвыды Україны. Серёд їх на сцені басовіща гучалі і легендай чынагарокку. Курты НРМ, нейродзюбель, крама. Чае концерты доўгі час былі пад забароны ў Біларусі. Сёліта басовіща зладзіць апошні раз. Юбілейны 30-ый зліку фест адбудзіцца ўжо прасты дзень ў наступныя выходныя. Паважаныя грыбнікі, сёліта науковцы вымушаны вас расчараваць. Багатага ўраджаю шакать не варта. Віною всяму засушливая надвора, якая долгі час трымалася ў Біларусі, толькі зараз ў ліпіні пайшлі дажжы, аднак ці вырытаюцяны сітуацію. Гэта дажжы някі такі епізадычныя. Яго нема, потім ён падзе. Потім знову нема, нема, потім знову падзе. У нас ў некаторых вёзках па полторы місяцы на пачатку літа, на концы весны не было дажжа. А потім ён ліну і ўсё залів. І потім знову перестав. А грыбам патрэбна паступовая влага і добрая температура. Господарство, мы знаходімся ў лесі пад Лагойском. І раз мы ўжо приехалі сюды, то давайте паспробуем хоч штосі знайсці. І одразу з падарства натыкаємся на чарніць, што правда самых ягадав няма. А маль загадзіну проведену ў гэтым лесі Белсад гэтак не сустрэв ані дароў леса, ані грыбніков. А може, гэта нам просто так не пашанцавала. Ну што ж, вертаємся ў горад. І каб справдзіці, саправды існує дефіцит ягад і грыбов, мы отправіліся на столічную Камароку. Лесіцькі кілограмм 12, вот это 4 літр. Дорога? Это недорога. А вогулі люди беруть? Беруть, конешні. Очім дорога. Мені, как пенсіонеру, практиччкі нереальність. Хажу па рынку, как па выставачному залу. Науковці кажуть, што грыбов усе літа буде вельмі мало, як ліцжіці? Ну, ви знаєте, што, оно как-то засушило в начале літа, паэтаму грыбніцца пака отайдет, пака хорошенько не промочит в лісу. Ну, так вот, пака белых нету, тільки лісічкі. Такі кошты і такі меркавання, а давайте зараз пройдімся на стахійний рынок, побачім, як там виглядає ситуація. Прошлый раз я насобирал по старым грыбницам своїм прошелся літрів 10, а в этом всього-навсього 3 літра. Той, хто шукає, то і завсюди знойдзе лісічкі п'ять рублів і чарніці па два п'ятьдеся. Таким чином, коли ви не жадаєте платити за ягады альбо грыбы п'ять, десять альбо п'ятнадцать рублів, варто почекати ще нікалькі тыднів, каб уласноручно їх назбирать. Що, правда, варто означать, що сізон некаторых ягадав, таких як чарніці, поступово сиходзіць. У той час як свєжі лісічкі, яшча можна буде паспробоваць, уж ні, ні, ді навод, у вірусні. Віталь Бабін, Біл Сад. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!